Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Мы озвучиваем наши вопросы с нашего сайта, который я вел занятия в университете прошлые годы. Вопрос 1805, 7 том открытым оком. Сказка говорится о змее Горынычем многоглавом. Откуда этот персонаж? Есть ли что в истории об этом звере? Отвечаю, есть и неоднократно. Откровение. И сказал мне ангел, что ты делишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Вот ответ какой-то. Вот сравните, семь что-то из священника. Вообще у них в руках ничего нету. И видимо в голове ничего нету. Вот сказал, брякнул. А что дальше? Ну хотя бы маленько как-то задержать на слове Божьем, на житиях, на канунах. Ничего этого нету. Просто о бабе Фроссе, что в голове там делала маленько. Ну и сказал, люди спрашивают, что вообще ничего не знают. Отвечаю. Житие Михаила Воина. 22 ноября по старому стилю. Кавычки открыто. Скопировано с точностью до одной буквы. Когда святой окончил молитву и встал, среди озера появился змей. И поднявши высоко голову и ударяя хвостом по воде, стал приближаться к берегу, раскрывши три свои пасти. Святой взял щит и меч и отсек лукавому три головы, с которыми он показался. Змей же, свернувший хвост, ударил святого в правую щеку и левую руку и причинил ему рану. Михаил упал без сознания, но скоро очнулся и встал. Кавычки закрыты. Но спросите, кто там дает ответы. Скажи, знаете такое житие? И дальше в другом житие считаем. Григорий Америцкий, 19 декабря. Один юный брат, посылаемый из монастыря на послушание, часто заходил в харчевню, где, упиваясь вином, впадал в грех нечистой плотской страсти. Еще себе. Находил бобенку себе и ночевал. И вот, однажды, совершив обычный грех и возвращаясь через пустыню в монастырь, он зашел в непроходимое место. И здесь устремился на него большой змей, чтобы ужалить. Инок бросился бежать и, уклоняясь туда и сюда, желая избавиться от змея, но змей быстро настигал его. Когда же Инок, наконец, был так стеснен, что уже бежать было некуда, змей устремился, чтобы пожрать его. Но тут Инок, вспомнив о блаженном царе Елезвое, обратился к змее и сказал, «Молитвы праведного и святейшего Елезвоя, отойди от меня!» Змей, как бы устыдившись святого имени Елезвоя, остановился, и Божьим повелением, получив человеческий голос, сказал Иноку, «Как я могу тебя пощадить, когда ангел Божий явился мне и повелел съесть тебя за твою нечистоту и грехи, так как ты, дав обет работать Господу в чистоте, оскверняешь грехом свое тело и тем прогневляешь святого духа?» Инок, услышав змеем, говорившему человеческим голосом и обличавшего его дела, оставался безмолвным. «Трепещай, склятву и умоляю змея пощадить его!» Змей сказал ему, «Зачем ты заклинаешь меня? Ты сам прежде поклянись мне, что больше не исполнишь своего плотского желания, и тогда я оставлю тебя!» Инок стал клятся, говоря, «Клянусь Богом, живущим на небе, и молитвами честного царя Елезвоя, что не прогневай больше Господа моего, которого ныне я прогневал плотской нечистотою!» То есть клятвы сплошь идут, когда клясться нельзя, это из житя святы взято. Дальше. «Почему? Все эти почему? Плодятся, возникают словно мусор, влезают, затемняют неясностью ум, и ты боишься их с презренным трусом. Но почему в стране хаос, бедлам, правители, варьё, шпана, гиены, во храмах власть давно дана ослам, за подвиг почитается измена? И почему Бог терпит эту фальшь, обман, катастрофическую ложь, горбатых извергов рисуют в виде пальм, пророков днём с огнём не обретёшь? Как? Почему история из войн, проклятых революций и подлога, на месте благовония лишь вонь, трусливых и корыстных слишком много? Не знаем, почему Бог допустил, но гнигде-то в храм отправит лицемером и морит голодом поставленной пасти, а в вечном судит, не имея веры. На наши почему вопрос к тому, кто знает и конечное провидит. На этих почему день-ночь тону, найти с ответами неведомую книгу. Молился, плакал Бога, вопрошал, и Он послал мне Библию на русском. Грехи, праведность, истории вершат. Путь изберём, широкий или узкий? Все тысячи из сон мы почему? На 72-й псалом сместились. Энциклопедии сотни, но гимн тому – псалму. Нос, утирающему знатным и маститым. Бог и Его васов Господь незримо, из-под воль и нежно подправляет болезнями, несчастьями, вращуя душу, плоть, и все дорожки и стёжки направляет к краю. Краю. Так, сколько? Второе сентября. Пять минут. Пять минут, дальше говорим. А там-то я не вынес за этого. Это вторая у нас или первая? Это вторая. А-то там три было, другая. Дальше. Вопросы на 1898, седьмой том открытым оком. Проявление всякой нечисти бывает и сейчас. Об этих барабашках много пишут. Но как бороться с этим наваждением? Вот чего не хватает. Какие-то заклинательные молитвы у святых есть? Ответ. Нужно жить в любви, в духе святом, в послушании Богу. И не молитвами заученными только отбиваться, а просто как у святых разговаривать и показывать неверие им, призракам их и веру в Бога твёрдую, несомненную. И враг попятится. Жития святых как-то незавершённо смотрятся, когда в конце нет борьбы с бесами, благоухания от мощей, исцеления на гробах. Но трудно ли догадаться, то что совершенно это же может и дьявол сделать. И не так просто отличить эту подделку, чтобы не быть им увлечённым. Почему на Афоне сегодня так много бесноватых среди этих зелотов и грузинских радикалов? Второе Коринфяна. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потом и невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Вот ответ какой. Дальше. Жития святого Антония Великого, 17 января. Кавычки открыты. Спустя несколько дней произошла новая борьба с тем же врагом. Святой имел обыкновение давать на память какой-нибудь подарок каждому, приходившему к нему с приношением. И для этой цели плёл корзину. Потянул за полоску, из которой он плёл корзину, он вдруг почувствовал, что кто-то держит её. Преподобный поднялся и увидел зверя, который до пояса имел образ человека. Другая же половина его туловища имела вид ослины. Антоний, перекрестившись, сказал, «Я Христов раб. Если ты послан на меня, то вот я, не бегу». И тотчас призрак вместе со множеством других бесов обратился в бегство и исчез. Как просто. Дальше. Макарий Александрийский, 19 января. Другой раз преподобный пожелал посмотреть сад и гробницу, называемую Кипотафион, в которой были погребены и Анни, и Амри, волхвы египетские, жившие во времена фараона, чтобы там побороться с бесами. Ибо про это место говорили, что в нём было множество лютейших бесов, которых собрали туда названные волхвы посредством своего волшебства. Значит, вот какое дело. Никита Затворник, 31 января. Поэтому, к чему он стремился, то и выполнил. Он заключился в пещеру, крепко загородил вход и пребывал в молитве один, никуда не выходя. Тем не менее, спустя всего лишь несколько дней он не избежал козни дьявола. Во время молитвенного опения он услышал голос, молящийся вместе с ним и ощутил несказанное благоухание. Соблазнившись этим, он так размышлял сам собою. Если бы это был не ангел, то не молился бы со мною, и не было бы здесь благоухания и святого духа. Он начал ещё прилежнее молиться, говоря, Господи, явись мне сам самостоятельно, чтобы я видел Тебя. На это последовал голос. Не явлюсь я Тебе, потому что Ты юн, иначе Ты возгордишься и можешь пасть. Затворник продолжал слёзно просить. Никогда, Господи, я не соблазнюсь. Меня научил игумен не внимать бесовским искушениям. Но я исполню всё, что Ты повелишь. Тогда душепагубный змей, получив власть, над ним сказал, Человеку, облечённому плотью, невозможно видеть меня. Поэтому я посылаю ангела моего, чтобы он пребывал с Тобою, а Ты твори его волю. Затем Тачас предстал пред ним бес в образе ангела. Никита пал на землю и поклонился ему, как ангелу. Бес сказал ему, С этого времени ты уже не молись, но читай книги. Этим путём ты будешь приседовать с Богом и будешь подавать полезные наставления приходящим к тебе. А я всегда буду молить Творца всех о твоём спасении. Затворник поверил этим словам и обольщённый уже более не молился, но стал ревностно читать книги. Присём он видел беса постоянно молящимся о нём и радовался, думая, что это ангел творит за него молитву. С приходящими же к нему он много беседовал на основании священного писания, пользы души. Он начал даже пророчествовать. О нём повсеместно распространилась слава, и все удивлялись по исполнению его предсказаний. Однажды он послал к князю, и за славу с извещением. Сегодня убит князь Глеб Святославич. Пошли немедленно сына своего святополка на княжеский престол в Новгород. Как он сказал, так и исполнилось. Действительно, спустя несколько дней пришло известие об убиении князя Глеба. С этого времени ещё больше стали говорить о затворнике, что он пророк, и вполне верили ему и князья, и бояре. На самом деле бес, конечно, не знает будущего, но что он сам делал, если, например, он научил злых людей убить или украсть, то он и возвещает. Точно так же, когда приходили к затворнику, искавшие у него слова утешения, то бес, почитавшийся им ангелом, сообщал ему всё, случившееся с ними. Никита пророчествовал, и всё предсказанное им сбывалось. При этом никто не мог сравниться с Никитой знаний книг Ветхого Завета. Всё он знал наизусть. Книгу Бытие, Исход, Левит, Числа, Судей, Царств, всё пророчество по порядку. Вообще, все книги Ветхозаветные он знал очень хорошо, о святых евангельских и апостольских книг, данных нам по благодати Божией, для нашего спасения и утверждения в добре, он никогда не хотел ни видеть, ни слышать, ни только читать. Ни с кем он не хотел беседовать о Новом Завете. Отсюда и стало ясно для всех, что он соблазнён дьяволом. Удрёщённые этим пришли к искушённому преподобные отцы. Все они, прославленные добродетелями, пришедшие вознесли молитву к Богу Никите и отогнали от него беса. Так что Никита уже не видел его. Затем, вывезши его из пещеры, они просили, чтобы он сказал им что-либо из Ветхого Завета. Он же стал клятся, что никогда даже не читал тех книг, которые очень недавно знал наизусть. Притом, теперь он не знал из них ни одного слова. Вообще, вынуло его. Теперь его едва-едва могли научить грамоте. Постепенно, пришедший в себя по молитвах преподобных отцов, он исповедовал свой грех и горько раскаивался в нём. Подглавил его. А тут третье житие, считаем. Ответ один. Ян Богослов, 26 сентября. Кавычки открыты. Аполлонит поведал о себе следующее. Уже много лет прошло с тех пор, как я спал на Одре своим глубоким сном. Некоторый человек, став по левую сторону Одра, подтряс меня и разбудил. И я увидал, что он чернее обожжённого гнилого пня. Глаза у него горели, как свечи. И Ева стрепетал от страха. Он же сказал мне, открой уста свои. Я открыл и вошёл он в уста мои и наполнил моё чрево. С этого часа сделалось мне известным доброе и злое, а также и всё, случающееся в доме. Ещё одно житие. Семён Столпник, 1 сентября. Кавычки открыты. Тогда дьявол, ненавистник всякого добра, принял вид светлого ангела и показался святому вблизи столпа на огненной колеснице с огненными конями. Как бы сходящим с неба и говорил, Слушай, Семён, Бог неба и земли послал меня к тебе, как видишь, с колесницей и конями, чтобы взял я тебя, подобно Ильи на небо, ибо ты достоин такой чести за святость жития твоего. И пришёл уже тебе час вкусить плоды трудов твоих и принять венец похвалы от руки Господней. Поспеши же, раб Господень, узреть Творца своего и поклониться тому, кто создал тебя по образу своему. Желает ли тебя увидеть ангелы и архангелы с пророками, апостолами и мучениками? Он всё знает. Святой не распознал вражеского прельщения. Ещё одно житие. Феодосий Печерский, 3 мая, кавычки открыты. В помещении, где пеклись для братьев хлебы, бесы немало досаждали братьев своими кознями. То рассыпали муку, то проливали квас, приготовленный для хлебов. Делали и многие другие неприятности братьев. Однажды старший пекарь рассказал об кознях демонов преподобному Феодосию. Тогда последний отправился в то помещение и, затворив за собой двери, пробыл там до утренней, всё время молясь Богу. С того часа бесы навсегда оставили это место в покой и не делали уже там ничего злого. В другой раз пришёл однажды к преподобному брат из монастырского села и рассказал ему, что в хлебе, куда загоняют ли скот, появились бесы, которые причиняли большой вред, не давая скоту есть. Многократно священник читал молитву и окроплял помещение для скота святой водою, но ничто не помогало. Тогда преподобный, подкрепившись молитвой и постом, отправился в то село. С наступлением вечера он вошёл в хлеб, затворил за собой двери и пробыл там на молитве до утра. С того часа бесы уже не появлялись в этом месте и никому в том селе не могли сделать ничего злого. Другой брат рассказывал, «Много зла мне делали в келье бесы. Так, когда я ложился ночью спать, являлось вдруг множество бесов, которые, схватив меня за волосы и наступая на меня ногами, волокли меня по земле. Другие же из бесов, подняв стену, говорили, «Потащим его сюда и задавим стеною». Подобное проделывали они со мною все ночи, а я, не будучи в состоянии терпеть это, пошёл и рассказал всё преподобному Феодосию, намереваясь переселиться оттуда в другую келью. Преподобный же сказал мне, «Нет, брат, не уходи, чтобы бесы не могли похвалиться победой над тобой и сказать, что ты бежал от них». О как! «Если ты уйдёшь, то бесы с той поры будут делать тебе ещё больше зла, как получившие власть над тобою. Усердно молись в своей келье, и Бог, увидев твоё терпение, поможет тебе победить их так, что они не посмеют и приблизиться к тебе». Кавычки закрыты. Ещё одно житие. «Маркел, 7 июня. Но ведь ты, Кириак, устал, и тебе необходимо прежде всего отдохнуть с дороги», сказал бес. «Бес, заботливый какой». «Благодаря помощи, всё устроящего Бога, я не чувствую усталости», отвечал Кириак. «Ага». «Иларион Великий, 21 октября. Другой юноша из окрестностей Иерусалима по имени Марсид, обладал большой силой, так что мог поднять и нести 15 мер пшеницы. Ему не нужно было иметь осла для перевозки тяжести. При такой силе в него вошёл бес и начал мучить, гоняя по пустыням и полям. Поймав его, окрестные жители связывали ему руки и ноги с железными оковами и цепями, и держали под крепким запором, зорко за ним наблюдая. Но он убегал, легко сокрушая оковы и запоры у дверей, о причине удвоенной силы бесовской и своей собственной, и избивал всех встречавшихся ему на пути людей. У одних он отгрызал нос, уши и губы, другим ломал руки и ноги, третьим выкалывал глаза, четвёртых, наконец, убивал, перегрызая их горло. Много других зверств совершал он в тех местах, и никто не мог его укоротить. Собравшись в большом числе, народ, наконец, изглавил его, связал по всему телу с железными цепями и приволок к преподобному, как дикого вола. Увидав бесноватого, Иларион велел развязать его, и то стал крото, как ягнёнок. Затем была приведена из пределов газы бесноватая девица. Бес вошёл в неё по следующей причине. Её полюбил один юноша и пожелал находиться с ней в плотском сожительстве, но она сопротивлялась ему и не соглашалась на его нечистые пожелания. Увидев, что он не добьётся успеха нелестивыми словами, недорогими подарками, юноша пошёл в египетский город Мемфис, волхвам Асклипия, и рассказал им о болезни, уязвившей его сердце и любовью к всей девице. Получив от них какие-то волшебные слова, написанные на медной дощечке, он возвратился домой и закопал дощечку под порогом дома, в котором жила та девица. Так научили его делать волхвы. И тотчас же бес вошёл в девицу и в такой степени распалил её блудной похотью, что она начала бесстыдно кричать, призывая юношу по имени для удовлетворения страсти, сбрасывать с себя одежды, обнажаться и всячески метаться, сгорая огнём любодеяния. Видя сие, родители её поняли, что болезнь причинена ей дьяволом и повели в монастырь к преподобному. Когда же её привели к святому, бес завопил. Я неволе вошёл в всю девицу и насильно послан в неё моим властелином. Теперь же я жестоко мучаюсь и не могу выйти, так как привязан к медной дощечке и закопан под порогом. Я не выйду, пока не разрешит привязанный меня юноша. Святой слегка улыбнулся и сказал, «Так вот как велика твоя сила, дьявол, что тебя связали ниткой и насильно удерживают медной доской, почему же ты не вошёл в связавшего тебя юношу?» «В нём уже находился мой друг, любострастный бес», ответил тот. Помолившись, Святой изгнал его из девицы и дал ей наставление, чтобы она остерегалась вражьих сетей и избегала беседы с бесстыдными юношами. Дальше, ещё одно житие. Исповедники в Одессе, 25 августа. Епископ Варсис, оставшийся же после него одр-постель на острове Раде, подавал исцеление недугам. Все страдавшие какими-то бы не было болезнями, возлегая на тот одр, становились здоровыми и освобождались от духов нечистых. А теперь стихотворение. «Мир невидимый, известный как духовный, рядом с нами, в нас и постоянно. Видели его Антоний, Пахомий и нередко колдуны и пьяные. Кажутся, мерещатся лукавые в разных голографиях и матрицах, НЛО, уфологи плюгавые, все на сковородках жарятся. Этот мир чертей, бесовской нечисти, не из сказок с дьявольской замашкой. Сатанинским смехом рядом мечется, где душа слепая на распашку. Ограждение постом, святой молитвы. Редко, редко промаячут на развалинах. В основном сдались врагу без битвы, просто змей в потьмах ужалил их. Высшая победа злого духа в том, что он сумел и доказал. Я не существую, злые слухи. Про небывшие плетут поза глаза. Все естественно, научно доказуемо. Существует только то, что можно видеть. Мелким бесом походя подсунулся. Костью динозавра при обиде. Трудится, не пьест, не ест трудяга. Сна не знает миллионы лет. Прорет при первомайских стягах. Цыпочкой скользнет в ночной балет. В кознях, в искушениях и в войнах философствует в сектантах, в коммунистах. По программам в школьные помойки всюду успевает потрудиться. Люцифер, восставший херувим, сброшен с неба, в горе всем живущим. Лжец и клеветник неисправим. Сам погиб и нас грехом замучил. Связан он Иисусом на Голгофе, князем тьмы в историю вошедшей, семиглавый змей в анфасы в профиль, в домовых, в кикиморах и в леших. Рассадил по еврокабинетам, в думах, в комитетах и в советах. Расплодил меньшинства. Их портреты там в аду, в гиене и без света. Это наяву потусторонне, со скрежетом зубовным, страшно рядом. Бодрствуйте, Аполеон, живьем хоронит. Люди сотворены не для ада. Люди сотворены не для ада. Аполеон греческий губитель. Ну все. Так, сколько там? Тринадцать страниц было. Ооо. Ну вот все, пока подожди. Сейчас я в ки...